Каждым годом ярмарки выходного дня становятся все популярнее. Одна из главных причин интереса хабаровчан к ярмаркам выходного дня и их желание приобретать свежую, качественную продукцию, причем отечественного производства. Еще одним плюсом такой торговли является возможность покупателя общаться напрямую с производителем. Можно задавать вопросы фермеру о том, где произведем продукт, чем его удобряли, сколько времени понадобилось для его выращивания и миллион других вопросов. Все больше фермеров принимают участие в краевой ярмарке. В этом году заявки поступают от фермеров и личных подсобных хозяйств, которые раньше никогда не участвовали в торговле. Ярмарка выходного дня служит одной из мер поддержки местных сельхозпроизводственных производителей. За прошлый сезон на сельскохозяйственных ярмарках продано около 260 тонн продукции на сумму свыше 30 миллионов рублей. Традиционно особой популярностью у горожан пользуются сезонные овощи, рыба, мясо, молочные продукты, кондитерские изделия, сухофрукты. Также в топе покупок мед. Люди торопятся сделать запасы на зиму. Вся продукция проходит необходимый контроль и проверяется на соответствие нормам качества и безопасности. Росту популярности ярмарки способствуют не только свежие качественные продукты, но и тематические мероприятия. Медовый спас, день арбуза, день первой ягоды и другие. Ярмарка – это особая атмосфера. Живая, бойкая, шумная. Все продавцы доброжелательны и заинтересованы в привлечении покупателей, поэтому на контакт идут охотно и готовы рассказать о своем товаре абсолютно все. Конечно, невозможно остаться в стороне от такого мероприятия и уйти без покупок. О начале сезона ярмарок выходного дня поговорим с гостем в студии Константин Могильный, руководитель регионального центра инжиниринга, автономной и некоммерческой организации, краевой сельскохозяйственный фонд. Доброе утро. Доброе утро, Константин Горисович. Ну, в общем, ждут хабаровчане сезонных сельхозярмарок. Сколько их штук откроется в этом году? Где места традиционные, либо появится что-то новое? По городу откроются традиционные места ярмарок. Мы, как краевой сельскохозяйственный фонд, курируем одну ярмарку, нашу краевую сельскохозяйственную, которая в районе арены Ерофея находится. Ну, а так традиционно мы знаем, это ярмарки, которые располагаются по городу Хабаровску. Поэтому, ну вот, ничего. Конкретно вот на вашей ярмарке, по случаю открытия и вообще вот в течение работы ярмарки, будут ли запланированы какие-то активности, еще какие-то мероприятия, помимо того, что пришел, купил, победил? Конечно, как сегодня прозвучало в отношении погоды, серая и дождливая, мы поклонники яркого и веселого, поэтому на ярмарке, ну, вот самое первое мероприятие, которое у нас будет, это 25-го числа, это официальное торжественное открытие. Мы открылись раньше, в конце апреля, мы уже работаем, да. Площадка новая, появились площадкой, и вот 25-го числа будет яркое мероприятие, будет выступать творческий коллектив с песнями народными, вот, приедет у нас более 40 участников на ярмарку, ну и постараемся сделать этот день ярким и вкусным. А во сколько вся вот эта активность и праздник начнется по случаю запуска сезона? Ярмарка работает у нас с 8 до 15, а само мероприятие будет с 10 до 13 часов. Там же на арене Ерофей? Там же на арене Ерофей, да. Кто в этих ярмарках принимает участие? Кто продает свой товар? Ну, перечень участников у нас он традиционен, это более 90% это личное подсобное хозяйство Хабаровского края, в основном представители южных районов, и крестьянско-фермерские хозяйства, кооперативы и производители пищевой продукции, оставшиеся 10%. Вот чтобы уточнить, вот представим себе ситуацию, вот я начинающий дачник, но вот заколотилось у меня все и вот как-то вот урожайненько в этом году и все красивое такое. Могу ли я вот просто как дачник прийти вот на ярмарку сказать, вот посмотрите, какие патиссоны хочу продавать? Конечно можете, но поскольку мы заорганизованы торговлю в первую очередь, поэтому вам сначала нужно прийти к нам в краевой сельскохозяйственный фонд, подтвердить, что вы производитель, подать заявочку и пожалуйста торгуйте на даче. А предоставление места это бесплатно? Да, ярмарка это инструмент поддержки местного сельхозтоваропроизводителя правительством края, потому что и поэтому места предоставляются только сельхозтоваропроизводителям края и на безвозмездной основе. Еще места есть, еще можно поучаствовать? Да, конечно. А что вот уже в ближайшие выходные можно приобрести на ярмарке, какой ассортимент? Ассортимент у нас традиционен для нашего сельскохозяйственного сезона, вы там мандарины, апельсины, конечно же, не найдете, да, и помидоры тоже еще пока не найдете. Рановато. Рановато, да. Поэтому там традиционно это овощи прошлого года вырожая, которые качественно сохранились у нас, вот, это молочная продукция, кисломолочная продукция, мясные и рыбные деликатесы, мед, тоже прошлого года, медосбор у нас начнется где-то к концу июня, ближе, в середине примерно, таким образом. И появились у нас первые тепличные огурцы уже на ярмарке, наши местные. А вот уже не первый год, далеко не первый год у нас ярмарки в городе существуют. Как меняется аудитория? Насколько вот популярность увеличивается ли? Или в принципе все одни и те же покупатели можно встретить из года в год? Мы ввем такую статистику, потому что ярмарка у нас 20-го года, ну, разработали технологию подсчета, посетителей, да, мы прирастаем, но у нас вот в прошлом году где-то примерно было 1200-1300 в среднем посетителей за сезон. Это, ну, явный прирост с прошлыми годами. Есть поклонники ярмарки, скажем так, завсегдаты, которые уже в первый ярмарочный день пришли, рассказывали, как они долго ждали эти встречи с нами. Вот, и есть те, кто приходит вновь, конечно. А возраст какой? То есть это там пенсионеры чаще всего или молодые люди тоже на ярмарки охотно идут? Достаточно, знаете, вот средний возраст посетителя ярмарки, он не пенсионного возраста, а это где-то примерно от 30 до 45 лет. Ну, вот примерно такой возраст. Ну, люди уже, видимо, понимают ценность здорового питания. Да, это также семьи, видимо. Да, семьи, да, семьями приходят на наши мероприятия, на ярмарок. Отлично. То есть контингент, что называется, молодеет, людей осознанно становится все больше и больше. Ну, что касается, вот, да, действительно здорового и правильного питания. Там еще важный же момент ярмарок. Мало того, что это все местного производства, и за санитарным качеством тоже следят. Вот как вот эта процедура проходит? У нас сложились уже за эти 4 года хорошие отношения с нашей управлением ветеринарией. У нас на станции по борьбе с болезненными животными есть автобус, передвижная ветеринарная санитарная лаборатория. И они каждый ярмарочный день приезжают и с 8 утра проводят диагностику, ну, анализ той продукции, которая у нас представлена на ярмарке. И обязанность, подчеркну, обязанность каждого участника ярмарки, кто продает продукцию, прийти, сначала пройти ветеринарный санитарный контроль. Им выдадут документ подтверждающий, поэтому хочется даже предложить посетителям ярмарки, ну, просите этот документ, требуйте. Там отражена уровень вредных веществ, допустимые, недопустимые, присутствуют или отсутствуют. Если вы хотите познакомиться, требуйте, вам обязательно покажут. А в этом сезоне какие площадки будут работать и какой там график? Ну, площадка у нас одна. На арене Ерофеи. График стандартный, только по субботам-воскресеньям. То есть праздничные, какие-то выходные дни дополнительные здесь не учитывают. Только суббота-воскресенье. И сама торговля с 6, ой, извиняюсь, с 8 до 15 часов дня. Вот, можете... Я уже было испугался, что сейчас еще раньше придется вставать, чтобы успеть купить что свежее. Суббота-воскресенье, да, заезжают наши участники на ярмарки по торговле. Если ты не участник, то... Ну, вообще, да. Если вы вдруг никогда не были, но собираетесь, знайте, что самое вкусное, самое красивое, свежее и лучше, оно, конечно же, разметается вот буквально в первые часы ярмарки. Но это не значит, что нет смысла ехать потом, потому что действительно сельхозтоваров от наших сельхозпроизводителей и овощей, фруктов и прочего всего очень сильно много. И надо помнить, что сельхоз, ярмарки, они действительно не для пенсионеров. И здоровое, и правильное питание – это не про кафешку с крафтовыми стаканчиками. Это когда с головой. У нас в гостях был Константин Могильный, руководитель регионального центра инжиниринга автономной некоммерческой организации «Крейм Уильс» сельскохозяйственный фонд. Продолжение следует...